здравствуйте гости и подписчики моего канала сегодня мы с вами продолжаем работу над нашим светильником пятая часть и мы создаем сегодня листья монстеры и аспидистры это тропические зеленые растения я нарисовала шаблон как он примерно выглядит лист монстера я думаю что наверняка вы все ее видели и что это за растение примерно себе представляете это такое роскошное зеленое растение с большими кожистыми листьями и по шаблончику на изолон изолон 2 миллиметра я перевожу рисунок перевожу в прямом и в зеркальном отображении чтобы не делать несколько шаблонов я просто разверну зеркально лист и у меня будет уже следующий вариант монстеры переводим тонкой шпажкой или зубочисткой так чтобы у нас оставались вмятинки мне понадобится три таких листа для тех кто нас впервые я представлюсь меня зовут ольга донская я дизайнер и декоратор и мы с вами на этом канале 100 крафт идей создаем интересные необычные украшения для праздников для интерьера декоративные светильники и другие интересные рукотворные вещицы наши листочки мы будем тонировать также как остальной светильник палижем я беру ярко-зеленый цвет и темно-зеленый фисташково-зеленый в принципе монстера она идеально затонировалась и фисташковым но нам нужно получить чуть более светлый цвет чтобы было хорошее светопропускание и обязательно оставить белизну изолона для прожилок тонировать буду тоненькой кисточкой и чтобы не сохранить эту белизну я часть листа сразу не буду раскрашивать то есть я оставляю тоюсенькие полосочки вот так я это делаю движение обязательно кисточки должно идти вдоль жилок листа то есть повторять рисунок жилок листа таким способом у нас получится очень похожая на натуральную текстура когда вы будете тонировать не обращайте внимание на то что у нас там в листочке есть отверстия или контуры можно спокойно вылезать за контуры красить все подряд вместе с отверстиями все это потом вырежется главное чтобы у нас шли такие непрерывные мазочки и создавалось ощущение текстуры натуральной зелени я цвета немножечко смешиваю чтобы у меня был не очень такой темный зеленый а чуть чуть посветлее секрет в том что светло зеленый он тонирует меньше и он вымоется и тем самым у нас лист будет окрашен неравномерно ну что собственно нам и нужно вот такой живописный листочек у меня получился следующий делаем точно таким же способом начинаем от серединной жилки оставляем ее беленькой и продолжаем тонировать тоже оставляя периодически белые просветы если вы опытные рисовальщики то можно попробовать затонировать большой широкой плоской кистью эффект будет примерно такой же но тут нужна уже более-менее набитая рука губкой такого эффекта не достичь губкой у нас прожилки не получится поэтому тонировку губкой мы можем использовать только для обратной стороны нашего листочка там где текстура нам ну будет не важно конечно в подобном светильнике листья монстеры и зелень можно было бы сделать просто из темно-зеленого фоамирана но темный фоамиран он не дает такого света пропускания кстати также как и сразу готовый тонированный зеленый изолон он тоже нам не даст такого эффекта а вот именно белый изолон если мы с вами его затонируем во-первых будет выглядеть реалистично будет сочетаться с теми цветами которые мы с вами уже сделали и даст красивое света пропускание то есть нас ведь наш светильник будет светиться весь шаблон для листа монстеры я оставлю в нашей группе вконтакте ссылочка будет доступна в описании под видео также в описании под видео есть ссылки на мой инстаграм если кому-то интересно пожалуйста заходите и на нашу группу вконтакте и в фейсбуке я практически дотонировала листочек и оставляю все это просушиваться но после сушки я обязательно это все еще прогрею строительным феном второй тип листьев которые мы будем использовать это будут листья аспидистры я думаю что и это растение вы видели темно-зеленые узкие длинные листья я изготовила шаблончик он небольшого у меня размера и сейчас точно также обведу листочки и покажу как их затонировать у меня здесь войдет 4 листочка я думаю этого вполне нам будет достаточно если вы еще не подписались на наш канал обязательно подпишитесь и нажмите на кнопочку с колокольчиком так вы не пропустите следующую часть нашего цикла видео по созданию экзотического светильника ну и заодно сможете посмотреть и остальные видео со светильниками и не только а я между тем начинаю тонировку первый вариант я хочу попробовать сделать тоненькой кисточкой по такому же принципу как я тонировала монстеру то есть оставляя длинные белые прожилки вот так вот это получается у нас выглядит в принципе это не сложно делать но можно взять кисточку и побольше большой кисточкой быстрее все это дело идет самое главное не закрывать все цветом обязательно оставлять белые участки тогда будет красиво и будет похоже на настоящую зелень аспидистры мы затонировали 4 листочка и теперь просушиваем все это феном очень важно не просто высушить а дождаться того момента когда краска чуть-чуть меняет цвет она становится более светлой и то же самое делаем с листьями монстера вот сейчас они у меня все посветлели и их уже можно вырезать вырезайте обязательно в перчатках потому что палишь очень сильно пачкается можно вырезать строительным ножом резаком или ножницами как вам удобнее отверстия внутри если вы используете ножницы можно вырезать обычными ножницами или маникюрными маникюрными будет попроще особенно с маленькими отверстиями точно так же вырезаем листья аспидистры теперь всю нашу зелень надо затонировать с обратной стороны но перед тем как тонировать с обратной стороны мы обязательно должны закрыть красочкой наш торец у нас двух миллиметровый изолон и кромка довольно толстая поэтому я беру зеленую краску и дальше можно это делать либо губкой либо кисточкой ну вот с монстерой наверное удобнее это будет делать кисточкой потому что форма сложная и подобраться губкой ну так скажем будет не везде просто хорошая кисть упругая она дает возможность подобраться во все вот эти извилистые места если где-то тонировка попадет на лицевую сторону не обращайте внимание потому что лицевую сторону мы с закреплена краска и вот эти все пятнышки сейчас которые у нас случайно оказались на лицевой стороне они уже не наклеятся не схватятся с азолоном потому что уже зафиксировался тот слой который мы прогревали и дальше мы тонируем обратную сторону можно это делать просто широкой кистью уже никакие особо полосочки мы можем не оставлять а можно это сделать губкой для быстроты затонированный листочек хорошенько прогреваем феном так чтобы у нас в чем на зеленый цвет посветлел как только цвет изменился посветлел можно закончить прогревание дальше мы уже будем работать с феном и выгибать то же самое делаем с листьями аспидистры тоже их прогреваем до изменения цвета прогретый листочек монстыры берем лицевую стороной к себе нам нужно сделать так чтобы он загибался весь в она внутреннюю сторону я очень осторожно прогреваю дырочки пытаюсь их вывернуть тоже немножко на внутреннюю сторону чтобы они внутри как бы смотрели а всего остального листа прогревают только кончики и кончики пальчиками подтягиваю так чтобы они у нас развернулись как бы по дуге чтобы у нас внешняя сторона листа была выпуклая а внутренняя вогнутая и так я сделаю со всеми листочками я уверена что технология изготовления листьев монстыры из изолона вам пригодится не только для этого светильника но и для многих других работ поэтому можете поделиться этим видео в социальных сетях с друзьями те кто заинтересован этой темой пользуйтесь и я перехожу к следующему листочку точно также высушиваю с изнаночной стороны хорошенечко и потом буду выгибать принцип тот же самый загибаем верхнюю сторону растягиваем так чтобы у нас сверху листочек был закругленный а внизу вогнутый если это видео для вас интересно и полезно то ставьте лайки а если появились какие-то вопросы обязательно напишите их в комментарии я буду рада обратной связи вот так выглядят листья монстеры а листья аспидистра я просто прогрела с двух сторон вот что получается после того как мы смоем излишки краски краску надо смывать в теплой водичке без моющих средств используя мягкую губку красочку надо смыть так чтобы у нас вода была уже дальше абсолютно чистая посмотрите насколько реалистично выглядят наши листочки мне особенно понравилась аспидистра но вот один листочек я чуть-чуть деформировала пеном но от этого он только лучше стал букетах все это используется обычно вот таким образом со сгибом и рядышком я приложу лист монстеры такая вполне реалистичная очень симпатичная картинка я думаю что эти листья очень украсит нашу работу продолжение традиционно следует а на сегодня я с вами прощаюсь до свидания а